Всем привет! С вами снова Марина и мы продолжаем знакомиться с японской азбукой. Сначала повторим алгоритмы изучения японских знаков. Каждый знак прописывается минимум по две строчки. При прописании знака проговариваем его звучание. Обращаем внимание на порядок черт. Порядок написания сверху вниз слева направо и после того как знак освоен мы стараемся найти его в любых печатных электронных текстах на японском языке и применить на практике. Итак переходим к изучению ряда на К. Знак К состоит из трех черт. Сначала мы прописываем самую большую основную черту. Затем рука как бы совершает такой некий круг. Мы прописываем вторую черту, еще один круг и мы прописываем последнюю третью черту, которая немножко похожа на запятую. Обычно если такая черта присутствует в знаке, она всегда пишется последней. Следующий знак это знак Ки. Сначала мы пишем две параллельные короткие черты, протыкаем их вертикальной чертой и переходим на четвертую. Есть манера написания данного знака, когда вот в этом месте у нас рука не отрывается и мы пишем как бы сплошную черту. Попробуйте возможно вам понравится такая манера написания знака Ки. После того как мы прописали две строчки, мы стараемся закрепить полученные знания при прописывании следующих слов. Давайте попробуем написать. Вы можете поставить данный кадр на паузу, в зависимости от того сколько времени вам понадобится, и попытаться написать. Итак, АКАИ красный, ОКИ большой. Вы уже видите два прилагательные, оба заканчиваются на И. Следующие у нас идут существительные КИКАИ, прибор, механизм и слово ЭКИ, которое означает вокзал, станция. Вы можете еще раз говорю поставить на паузу, потому что в следующем кадре я покажу, как, что у вас должно получиться, как должны будут выглядеть данные слова. Должно было получиться АКАИ, ОКИ, КИКАИ, ЭКИ. Переходим к третьему знаку ряда на КА. Это знак КУ. Знак КУ считается одним из самых простых в хирагане, поскольку он пишется в одну черту. Если на что нужно обратить внимание, то только на то, что знак пишется сверху вниз, и вот этот уголок не нужно делать излишне острым. Поскольку знаки писались с изначальной кистью, то вот острота здесь не придает красивости знаку. Закрепляем выученные знаки на следующих словах. КАКУ, ПИСАТЬ, КИКУ, СЛУШАТЬ, ИКУ, ИТТИ, КУКИ, ГВОЗДЬ. Если вы не успеваете, ставим на паузу, потому что в следующем кадре вы увидите правильное написание этих слов. КАКУ, КИКУ, ИКУ, КУКИ. Переходим к знаку КЕ. Знак КЕ у нас представляет собой не просто знак, написанный в несколько черт, а знак, состоящий из двух частей левой и правой. Левая часть состоит из одной черты, а правая из двух. Пишем, сохраняя наши правила, пишем слева направо, сверху вниз. Прописали и пытаемся исполнить следующие слова, написать следующие слова. ИКЕ, ПРУД, КЕЙКАКУ, ПЛАН. Проверяем. ИКЕ, КЕЙКАКУ. И последний из ряда НАКА это знак КО. Он чем-то похож на знак И, но он как бы написан немножко в другой плоскости. Пишем сверху вниз, слева направо. Итак, мы с вами освоили ряд НАКА. Давайте попробуем написать следующие слова. КОКО здесь КАКО, прошлое КОИ, карп. Вот так должны они выглядеть. КОКО, КАКО, КОИ. Теперь давайте попробуем прочесть следующие словочетания знаков. Тоже ставим на паузу и читаем. И последнее задание, которое я предлагаю вам выполнить, это найти уже известные вам знаки в следующих японских словах. Поздравляю, вы сделали еще один шаг на встречу японскому языку. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok